Друзья, всем привет! С вами снова Светлана Янчева. Вы на канале Переехать в Болгарию. Сегодня мы с вами находимся в городе Пловдиве. Это раскопки в центре города. Видимо, здесь был храм на этом месте. Ампоры большие, фундаменты, стены мощные достаточно. Сейчас с вами прогуляемся по центру города Пловдив. Вот, друзья, еще одни раскопки. Тоже центр города Пловдив. Да, здесь какое-то прямо городище, видимо, старинное было. Развалены храма. Четко просматриваются. Тут же современная дорога идет. Вот. Красота, конечно, неимоверная. Раскопки еще идут. Ну вот, там стена укреплена, чтобы, видимо, грунт не было, поползни никаких. Вот такие тут чудеса в городе Пловдив. И сейчас прогуляемся с вами дальше по центру города. Друзья, это центральная пешеходная улица города Пловдив. Туристическое место. Очень красивые старинные дома. Есть, правда, брошенные, но это, наверное, ненадолго. Вот. С облупленными фасадами. Ну, в основном все очень красиво, очень достойно. Например, вот здание. Прекрасная архитектура лепнина. Львы балкон держат. Везде зелень. Правда, уже начинается осень. Поэтому есть желтые листья. Вот так, друзья. Гуляем дальше. Друзья, а это община города Пловдив. Посмотрите, какая красота. Великолепное здание. Красивая архитектура очень. Лаги висят. Болгария, Евросоюз. Вот. И центральная площадь с фонтанчиком тут. Прямо на пешеходной зоне. Сейчас покажу, насколько тут красиво. Шикарный фонтан. Сейчас подойдем поближе. Вот это вот все, друзья, пешеходная зона. Пеликаны. Фонтан с пеликанами. Чистая прозрачная водичка здесь. Монетки кто-то уже побросал тут. Вот так, друзья. Великолепие какое. Кому фонтан понравился, прямо сейчас поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И мы идем гулять дальше. Вот, друзья, на одном из зданий вот такая штука. Пловдив, Ленинград. Ленинград это попротив города болгарского Пловдив. И мы с вами продолжаем идти по центральной улице города. Посмотрите, друзья, какая красота. Фасады старинных домов. Статуи. Сейчас подойдем поближе к нему. Это центральная торговая улица. Везде практически на первых этажах магазины. Кто-то на скрипке играет. Классическая музыка. Очень красиво, друзья. Вот ответвление от центральной улицы. Фонтанчике, где можно попить водички. И девочка играет на скрипке. Там, друзья, течет водопад. Так интересно прямо с центральной улицы и вид на гору. Не знаю, куда потом водичка уходит. Сейчас поднимемся, посмотрим. Ну что, друзья, забрались мы на гору. Здесь ресторан расположен. Вот он, с открытой террасой. Фонтанчик. И сейчас покажу тут каскадный водопад. Вода спускается вниз. Вот там скрипачка играла только что. Чум воды. Вот это вот терраса ресторана. Представляю, как тут вечером красиво. По-моему, вид просто шикарен. Ну и вот здесь вода уходит уже. Вот, друзья, какая красотища. А здесь вот натянут такой тент. На нем написано, какой европейский город, когда был центром культуры. Вот это Биофреш фабрика выпускает отличную болгарскую косметику. Так что, кто хочет хорошую косметику из болгарской розы, это компания Биофреш. Вот она. Фирменный магазин в центре Пловдива на пешеходной улице. Друзья, вы думаете, мы в Марокко или в Тунисе? Ничего подобного. Это Пловдив. Это Пловдив, друзья. Центр Пловдива. Внизу амфитеатр. Древние мраморные ступени. Все отделано мрамором. Это Джумая, мечеть. Вот так вот тут красиво. Друзья, а это такая луна прямо в центре города Пловдив. Среди бела дня. Это луна надувная. Вот здесь тоже раскопки. Вот такие. Ну, и мы с вами идем дальше. Друзья, мы с вами спустились там, где луна. Вот это старинный вход на ипподром римский. Здесь произведены в центре города Пловдив раскопки. вот посмотрите какие огромные блоки. И вот это вот все это две тысячи лет, представляете? Две тысячи лет это все стоит практически в нетронутом состоянии. Причем обработка камня такая, что очень тонкий стык, как можно видеть. Здесь надпись надгробная Ионийская Капитель, а западная Некрополь на Филиппо-Пол. Вот так вот. Это вот все, что здесь откопано. Здесь доходили всадники на лошадях. И мы сейчас с вами пройдем дальше. еще раз обратите внимание на стыки. Здесь по-моему можно бумажный лист попробовать протолкнуть и он не протолкнется. Подозреваю, что этот камень называется песчаник. Тут просто промоена уже такая, но на самом деле качество стыков вот оно. Фиксирую специально. Вот. и вот такие вот штуки. Они кстати есть на очень многих выступающие на камне. Не знаю, что это такое, как это объяснить, но наверное это для того, чтобы можно было как-то монтировать сделано все. Это мрамор уже, друзья. Если там был песчаник, то тут мрамор. Посмотрите, тоже качество швов какое. Потрясающее, конечно, сооружение. Плиты практически ровные. Вот. качество швов. Здесь уже кое-что подмазано, конечно, современными затирочными материалами, но на самом деле вот оно. И мы с вами заходим на сам ипподром. Здесь, конечно, уже современная вкладка. Вот. Зрительские места. И вот так выглядел этот ипподром. Практически полтора километра здесь еще можно копать и копать под магазинами пловдевскими под всем. Лестница вот для подъема наверх зрителей. Вот. посмотрите качество арки. Я не знаю, современное строительство простоит ли столько. Я думаю, лет через то уже все будет развалено. Друзья, и вот тут смотрите, какая интересная памятная доска. Это в 80-м году по пути от столицы СССР Москвы тут горел огонь Олимпийских игр. А внизу тот ипподром, где мы только что были. Древний город Филиппопол. Филиппопол. Так, город Филиппа. А вот, друзья, и весь ипподром. Вот так вот он выглядел. Это макет. полтора километра зрительские трибуны. Практически болгарский колизей. Друзья, а это фреска в центре города Пловдив. Книгопечатник Георгиев Данов. Вот это его дом. Там вот очень красивый подъем к церкви. Сейчас мы с вами туда пройдем. Покажу. Друзья мои, это русская церковь в центре города Пловдив. Вот такой интересный подъем к ней. И написано прямо на колокольне память освободителям. Освободители это мы русские. Вот как раз вход в дом книгопечатника Христа Георгия Воданова. Он находится прямо напротив русской церкви. Посмотрите, какая красота. и небо. Потрясающее болгарское небо. Ну вот, друзья, мы с вами перед входом в русскую церковь города Пловдива. Вот так вот она выглядит. Колокольня отреставрирована, а церковь сохранена в том, видимо, виде, в котором и была. музыка, друзья, это перед входом сидит музыкант и играет на такой старинной гитаре. Памятник Христа Груев Данов. Ага, понятно. Родился 27 июля 1828 года в Клиссуре и в Пловдиве 11 декабря 11 года умер. Христа Груев Данов. Почему-то думала, что он Георгиев. Вот старинная стена этой церкви. Видно, что очень старая церковь. Епископ здесь в 1908 году умер. Это не очень старая. Да. А это, друзья, старинная, наверное, тысячелетняя церковь, святого Николая. Тут даже мостовая вот видно, полторы, наверное, тысячи подсказывают мне лет. Мостовая даже выложена не булыжниками, а просто камнями. Вот она как раз напротив русской церкви. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Посмотрите, какая кладка. вот вход в нее. Вот так, друзья. А это, друзья, действующий женский монастырь в городе Пловдив. Вот наверху прямо видно кирпичная кладка, тонкий кирпич. Монастырь находится прямо напротив русской церкви. Вот русская церковь и вот монастырь. Сейчас там идет реконструкция. Такой, друзья, город Пловдив. Вот, друзья, это храм святого Димитра великомученик. Там очень красиво. Чешма в форме павлина и очень-очень тихо. Маленькая часовня. Такой рустикальный стиль дома. Смотрите, какая красота. ремонтирует старинное здание. Друзья, снимаю уникальное место. Амфитеатр. Ему тоже, наверное, больше двух тысяч лет. Огромная сцена, колонны, капители и горы и вид на Пловдив. Красота. Пейзаж просто великолепный. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому такое видео понравилось, кому нравится место, кому нравится Пловдив. И вот как раз прямо по курсу памятник русскому солдату Алёше. Кто видит Алёшу, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях под видео. Друзья, попытаюсь сейчас снять вам вид на Пловдив с вершины холма. Посмотрите, какая красота. Вокруг горы и город лежит в долине. А вот это тоже дома на улице Пловдива. посмотрите, как красиво. Очень уютная улица. Красота. Друзья, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, хотели бы вы жить в Пловдиве. это это друзья дом Георгия в Мавриде. Здесь жил французский революционер Ла Мартин. Вот об этом имеется табличка здесь. Посмотрите, какая красота. Здесь проходят экскурсии. Такая туристическая достопримечательность, туристический центр. В конце этого дома французы установили табличку вот про то, что здесь жил революционер Ла Мартин. Это друзья также центр города Пловдив. Вот там рядом с флагами Евросоюза Болгарии висит наш русский флаг. Правда его не так хорошо видно. Не могу сказать, что это за дом, но флаг русский там висит. И вот дом напротив. Кышта Клеаньки. Клеаньки хаус. Не знаю, что тут. Сейчас посмотрим, что это такое. Одна из наистарейших сохраненных жилищных сград эпохи Возрождения. Вот так, наверное, это выглядит все внутри. 1828 год. Табличка висит. Красота. Не знаю, что за здание и почему там русский флаг висит. Кто знает, напишите, пожалуйста. Ну что, друзья, видно Пловдив вот такой вот. Идем к очень интересному зданию с вами. посмотрите, какая красота. Сегодня, наверное, около 25 градусов. Небольшой ветер. С утра было холодно, но сейчас погода направилась. Сейчас посмотрим, что это за здание. посмотрите. Русский ресторан. Вот такой вот вид на Пловдив, друзья. Пловдив второй по величине город Болгарии. Полтора миллиона практически населения. в Софии чуть-чуть побольше. Отошла немного, чтобы снять ресторан и резиденцию. Петр Первый. Вот такая красота. Русский ресторан. Смотрите, красота какая. Вот тоже интересный ресторан в рустикальном болгарском стиле называется Плодин. Посмотрите, как красиво улочка. Да, осень наступает в Болгарии, уже деревья начинают желтеть. Да, все в рустикальном стиле. Там вот за решеткой светильники. Ночью очень красиво. До сих пор есть будки телефонные. Можно кому-нибудь позвонить. Например, посмотрите, как интересно. Решетки в таком старинном стиле. Старый болгарский домик. Вот такая у нас в Пловдиве красота. Друзья, вот это церковь Святого Константина и Елены. Посмотрите, это вот стена, это еще не сама церковь. Церковь внутри находится. Посмотрите, какой потрясающий вид. И колокольня. вот церковь изнутри. Церковный дворик. Смотрите, какая красота. Все разрисовано, фрески. Вот мы с вами, друзья, прошли церковь Святого Константина и Елены. Вот посмотрите, как красиво здесь. Вот колокольня этой церкви. И сейчас с вами завернем за угол. Очень много туристов, друзья. Много антикварных магазинчиков. Посмотрите, какая красота. Мощеная улочка. Красота. Сейчас, друзья, мы с вами подошли к этнографическому музею. Посмотрите, какая здесь красота. И рядом здание в старинном болгарском стиле. Музей, конечно. 1847 год написан. Нравится вам, друзья? Доброе. Посмотрите еще, друзья, какой интересный красивый домик отремонтированный. красота. Красота. Сейчас подойдем поближе. Тоже в болгарском стиле. Красота. А вот это, друзья, в центре города Пловдив нашла вот такое интересное место. Смотрите, как близко дома друг к другу. Можно подавать кофе из окна одного дома в другое. А это Бирхаус, Бирария. посмотрите. Потрясающе. Нигде не видела, чтобы так строили. Здесь делают вот такие домотканные всяческие штучки интересные. Станок. Валеные вещи. ручной работы. Смотрите, какая красота. Очень интересная техника. Дом Александра Боятова, 18 век. А, Кассандра Боятова. Это милый апартамент. Апартамент? Да. Приветствую. Здравствуйте. такими балками поддерживается второй этаж. Смотрите, как тут. Бакалова, Кышта, 18 век. Все фотографируются. Ну, это, друзья, мы забрались повыше. Вот тут как раз выход скальных пород. Здесь была крепостная стена. Вот ее древние остатки как раз тут. Ну, видимо, для строительства крепостной стены это было удобное место. Ну, и вот, посмотрите, какой вид открывается на Пловдив. опять же, тут луну поставили надувную. Посмотрите, как красиво вид на памятник Алёша прямо над Пловдивом. Стоит. Посмотрите, какая толщина стены. Опа! Дух захватывает. Нравится ли вам, друзья, такой вид? Вокруг Пловдива везде горы. Друзья, мы с вами в центре города Пловдив. Это мечеть. Но это единственная в мире мечеть, построенная в форме креста. Есть такая легенда, что управитель области влюбился в христианку. Он был турок, мусульманин. И построил мечеть. Но почему-то она оказалась в форме креста. Ее можно увидеть на картах гугл. На гугл картах вот такой интересный минорет резной, уходящий высоко в небо. на снимках из космоса гугл карты спутник. Вот там видно, что мечеть построена в форме креста. Вот такие здесь в Болгарии в городе Пловдив прямо в центре чудеса творят. Вот, друзья, снимаю с другой стороны мечеть, которая в форме креста построена. Вот здесь отлично видно, что это практически крест. вот резной минарет ими. Друзья, ну что, на сегодняшний день наше путешествие по исторической части города Пловдива закончено. Посмотрели мы с вами такую красоту. Я думаю, что в ближайшее время начнем здесь либо строительство, либо реконструкцию. То есть, я сюда приехала по делам. Не просто так погулять и снять для вас видео. Ну и это в том числе. Кто не подписан на канал, пожалуйста, подписывайтесь. Всем, друзья, пока! Пока!